Особенность пневмонии, вызванной ковид, это нарастающая дыхательная недостаточность, достаточно быстро, которая нарастает. Мы видим пациентов, которые к нам поступают, и при этом их жалобы небольшие, то есть тем немного у них затруднено дыхание. При этом, когда им делается КТ легких органов грудной клетки, там мы видим довольно ужасную картину, двухсторонняя разлетая пневмония, и, конечно, в течение нескольких часов или дня эти пациенты попадают в реанимацию. Во-первых, у нас тесты еще такие не особо чувствительные. Сегодня тебе сделали тест, у тебя отрицательный тест, а через день ты сделал он уже положительный. Поэтому я не думаю, что каждому больному делают повторные тесты, и он лежит себе как отрицательный, а умирает в итоге с положительным ковидом. Представьте себе женщину, которой предстоит родить, а род – это тот момент, который нельзя отсрочить по времени, это не плановая операция, это если они у тебя начались, ты это делаешь, невозможно остановиться и перенести. Когда у тебя есть подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию, вместо того, чтобы рожать в обычном роддоме, тебя везут по скорой помощи медучреждения типа нашего. Встречает у тебя команда врачей, медперсонала, все совершенно одинаковые, в белых костюмах, в респираторах, в масках. И на самом деле выглядеть со стороны это очень пугающе. Одна женщина была в очень тяжелом состоянии, но она отказалась сама, она категорически отказалась. Мы не можем насильно никого заставить ехать в больницу. Если человек не хочет, то он поедет. Если бы к ней пришли бы и сделали бы тест, от которого она, кстати, отказалась, и вывели бы ковид, конечно, ее бы отвезли уже без ее особого спроса. По-разному себя ведут, в том числе и с врачами. Есть, которые шутят позитивно, а есть, кто и агрессивно реагирует. Нас обеспечивают питанием, и в общем-то это примерно то же питание, которое и для пациентов. Ну и вот достаточно много людей говорят, мы не будем это есть, это невкусно. И бывает сложно объяснить, но вы знаете, у вас двухсторонняя пневмония, и в общем-то куча рисков, включая риск летального исхода. Ну тут как бы не до выбора еды. Выйти в зеленую зону не представляется возможным, и у тебя 6 часов продолжаются на 7-8-9, да, в силу каких-то технических моментов, то тут уже ты потихонечку начинаешь задаваться, но деваться некуда. 6 часов на щеках на переносице образовываются такие, как пролежни, и вот сейчас, наверное, видно, у меня лицо опухшее. После первого дежурства, когда я еще не все понимал, сейчас пластырем все это заклеиваю, плюс мажется мазь специальная, и уже легче переносится. А первые разы я потом два дня лечил, потому что были прям раны. Сейчас идет достаточно сильный прирост заболеваемости, а все потому, что люди перестали как-то серьезно к тому, что ли, относиться. Я сама вижу, как все вокруг происходит. Если в первые дни как-то люди испугались, что ли, напряглись, стали носить маски, сидеть дома, то сейчас большинство народу снова вылезло на улицу, снова пошли в хорошую погоду, жарят чашлыки. Лично мое мнение о том, что мы переболеем в определенное время все, оно как бы пока что оправдывается.